Железная логика Железная логика И каждый день одно и то же В общем, есть для этого какие-то другие передачи Их можно слушать периодически А иногда я считаю, что надо что-то говорить о жизни Потому что жизнь-то продолжается Зеленский приходит и уходит Да, Америка вся Представляете, была жизнь и до Америки Я уверяю, будет и после Вот, собственно, и все Есть какие-то вечные темы, которые, на самом деле, гораздо важнее Чем все вот это постоянное Это вот такая, знаете, эти биржевые аналитики, условно говоря Которые там Какой-нибудь там Блумберг или еще что-нибудь Какие-нибудь там, те, кто подделывается под Блумберг Они вот с утра до вечера все это перемывают Вот какие-то там ситуации такие Местечковые, ничего не значащие Но вот они там будоражат умы Или все время обсуждают там курсы валют Или постоянно, так сказать, спорят По поводу каких-то биржевых новостей И вот эта вся вот эта каша, так сказать, и эта суета А на самом деле за ней Как бы прячется жизнь, да? За ней жизнь теряется Вот тем более, что, если честно, так сказать, про Зеленских и Американцев Никто доподлинно ничего не знает Что там происходит на самом деле Как бы в голове у Зеленского Как бы что там Что там какие там, так сказать, условно говоря Там какие-то закулисные там Эти самые шашни или что-то в этом роде Никто этого не знает доподлинно Вот Или что там думают американцы? Мы можем предполагать что-то, но не более того, а что там есть на самом деле, что там будет на самом деле, как оно все там, чем сердце успокоится? Это вообще никто не знает. Тем более можно говорить одно, потом бац, условно говоря, происходит что-то совсем другое. Почему? Потому что все в повесточке, что-то говорят, 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 а потом оказывается, что кто-то, кто действительно принимает решение, Вообще не собирался делать ничего такого, о чём, условная повесточка и прочее. Поэтому, условно говоря, какие-то вещи более вечные, они на самом деле людей будут интересовать всегда, независимо от того, что там происходит за окном, и что там в этой повестке, что там такое и так далее. Поэтому, мне кажется, это важно иногда вспоминать о вечном. И вспоминать о чём-то, что составляет жизнь. Потому что жизнь не состоит, условно говоря, из бесконечного обсуждения, что там пукнул в очередной раз Зеленский или какой-нибудь американец, или какой-нибудь европеец. Тем более, что на самом деле всё уже сказано. В большом счёте, мы немножко находимся где-то в таком логическом лабиринте, который закольцовывается. Потому что всё уже сказано. Настоящие стратегические решения от того, что мы здесь говорим, вообще не зависят. То есть, просто вообще даже близко никак не зависят. Не более того. Это вот, скажем, такое обсуждение или ещё что-то. Вроде оно возможно. На большом счёте, от этого не зависит практически ничего. Условно говоря. Поэтому тут такая тоже штука, когда, условно говоря, это всё... Это всё вот так вот... Каждая мелочь обсуждается, это не даёт возможности видеть общую картину. А общая картина, как бы, да, она видится тогда, когда, в том числе, ты какие-то мировоззренческие темы там поднимаешь, обсуждаешь. И тогда, как бы, ты видишь, как эти вещи складываются в какую-то мозаику, из которой, как бы, да, можно делать какие-то выводы. А вот бесконечное обсуждение, что же там такое, так сказать, хрюкнул в очередной раз какой-нибудь там этот самый европеец, или какой-нибудь там, значит, украинец, или ещё кто-нибудь. Ну, это такая штука, знаете, ну, не знаю, вот это репортерская работа, может быть, да, условно говоря, там, да, вот человек сидит там на новостях, он должен, как бы, да, каждый раз там в этих новостях что-то такое, так сказать, сообщать. Да, это как вот, например, скажем, сейчас вот наводнение в Римбургской области. Ну, и новостнику есть что сообщать, условно говоря, да. Вот там поднялось на столько-то сантиметров, опустилось на столько-то сантиметров, так сказать, приехали такие-то МЧСники, приехали сякие-то. А с точки зрения аналитики, а говорить не о чём. То есть там можно выразить это самое сочувствие тем людям, которые там находятся. Да, можно сказать, что мы должны всем миром помочь, так сказать, им, значит, решить их проблемы. Можно подключиться просто к помощи. Не, ну как, например, можно подключиться к помощи с точки зрения вот разговорной радиостанции? Каким образом? А вот что-то такое проанализировать, на самом деле, практически невозможно. То есть можно сказать какие-то общие слова. Ну, когда эти общие слова, эти общие слова, так сказать, нам, ну, раз ты сказал, ну, два, ну, три, а ещё что. Вот, например, как подключиться к помощи этим людям, которым, конечно, хочется помочь, условно говоря, так сказать, вот в режиме говорения чего-то. Ну, как, вот каким образом? Ну, не очень понятно, да. То есть поэтому, как бы, да, собственно говоря, новости это новости, а аналитика это аналитика. Да, есть, что анализировать, так сказать, да, анализируют. Когда нечего анализировать, так сказать, да, имеет смысл там поговорить о чём-то, условно говоря, более вечном, по большому счёту. Я думаю, что это всегда было важно, потому что всё равно, как бы, да, в любом случае есть какие-то вещи вечные, они управляют, в том числе и политиками. Кстати говоря, от этих вечных вещей, так сказать, да, зависит и принятие политических решений. Вот кажется, что, типа, ну, вот это все лирика, вот, а вот есть там, условно говоря, там, про войну, там, про деньги, ничего подобного. И война, и все остальное зависит от того, что в голове у людей. Вот в начале было слово, и это не только, так сказать, фраза из Библии, это истина, потому что и в начале хорошего дела, и в начале плохого дела, и в начале никакого дела все равно слово. То есть, грубо говоря, то, что есть в голове у людей, в том числе у политиков, принимающих решения. А потом уже от этого, да, значит, происходит ситуация, значит, на разных уровнях, от того слова, которое есть в голове у человека, принимающего решения, все и происходит, да, дальше, как бы, да, вот, вот, вот. Потому что от этого слова зависит, какие инструменты он будет применять для решения такой проблемы, и решения такой проблемы. Не раз говорил, я считаю, что у нас одна из наших исторических проблем заключается в том, что мы в какой-то момент, ну, значит, стали поклоняться не истине, а мамонне, то есть деньгам. Это раз, а деньги это что? Деньги это, в первую очередь, так сказать, тот божок, который исповедует как, так сказать, святое коллективный Запад, условно говоря. И вот одна из главных проблем, в том числе постсоветской России, она именно в этом заключается. Не только постсоветской, постсоветская в этом смысле просто стала наследницей, да, но она в том числе и заключается вот в этом поклонении идолу денег. Вот, когда идеи идеалов никаких, вот, деньги являются мерилом всего. А как только деньги являются мерилом всего, во-первых, у вас очень ограниченный взгляд на ситуацию, на вещи, значит, сразу, так сказать, становится. Потому что вы не способны серьезно заглядывать вдаль. Это раз, а потом для вас моментально становятся бессмысленными такие понятия, как родина, такие понятия, как честь, такие понятия, как долг, такие понятия, как принципы, такие понятия, так сказать, любовь. Такие понятия, как верность и все остальное, все это исчезает, как вера и прочее, прочее, потому что главные деньги. вот и вот это вот внутреннее значит внутреннее поклонение этой мамония и по помноженное на такое лизоблюдство таскать до перед западом она собственно и стала главной проблемой до постсоветской россии на мой взгляд потому что она решила нас трагического взгляда на вещи одну простейший пример это условно говоря военная реформа таскать сердюкова времен до вроде бы надо было сэкономить деньги и главное было оптимизировать расходы оптимизация расходов во всем да вот мы сейчас оптимизируем расходы государство перестанет расходовать много все отдадим частному бизнесу и будет хорошо почему потому что само собой это самое вот сейчас приходится в тройнее платить за такие взгляды да в конечном итоге все таскать зависит все зависит от того какая философия таскать в голове и все эти разговоры то сейчас мы сэкономим и будет круто сейчас вы сэкономите а потом вам придется втройне за это платить. Вот так было, есть и будет. Вообще всегда. И вот этот вот довольно примитивный экономоцентризм, он на самом деле является особенно в 90-е нулевые, он является той причиной, по которой сейчас тоже многие проблемы приходится расхлебывать, начиная от отсутствия авиастроения или его проблем заканчивая военной обстановкой и всякими такими прочими делами, когда за этим, собственно, ничего нет. И плюс, да, и плюс вот эта вот попытка быть не самими собой. То есть у русских, как бы, да, у них есть исторические преимущества, и попытка, как бы, их поменять на то, чтобы стать какими-то такими очень нерусскими, там, такими же, так сказать, ушлыми, как американцы, или такими же, так сказать, хитрыми, какие-нибудь там еврейские банкиры, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот. Она бессмысленна, потому что, по большому счету, не еврейскими банкирами вы не стали, как бы, да, а часть еврейских банкиров просто, так сказать, на всех кинула, как бы, да, и уехала. Не ушлыми американцами вам тоже это самое стать не удалось, да, А в итоге многое из того, что было вашим преимуществом, вы по дороге растеряли. Началось это, конечно, не сегодня, не вчера, не позавчера. Много даже столетий назад. Одним из главных зачинателей такой традиции был Петр Первый, который всех нас в колготки наряжал, бороды брил и заставлял не поймать, чем заниматься. Вроде как тоже из лучших побуждений, но что-то, чего-то он достиг, а что-то он потерял. Причем потерял навсегда, потому что в дальнейшем тоже вот это все продолжило приумножаться. Вот эта болезнь продолжила разрастаться. Например, у нас очень любят с Екатериной носиться, как с писаной тормой. Но Екатерина Великая, она все и прочее. А вот, например, в церковной истории к Екатерине очень такое неоднозначное отношение. Почему? Потому что она, например, разгромила фактически православную церковь. Она позакрывала кучу монастырей, она отнимала у церкви деньги и вообще всячески препятствовала развитию православной традиции в России. А у нас еще тоже это немножко из советского времени тянется, да, по поводу ее. Вот Екатерина, я помню, как в советской школе еще. Вот Екатерина, конечно, она там была, значит, тоже, понятно, так сказать, императрица, так сказать, сатрапы, монархи и так далее. Но вот она переписывалась с Вольтером. Ну и что? Вот переписывалась с Вольтером, и что дальше? Вот Вольтер тоже, так сказать, свет в окошке, е-мое. Ну как же, так сказать, да вольнолюбие, там, ну как же, там, тра-та-та-та-та. Потом это вольнолюбие, как бы, да, аукнулось декабристами в том числе, да, и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, как мы помним, так сказать, да, декабристы разбудили Герцена, так сказать, Герцен, так сказать, захреначил в свой колокол там, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Журнал, который издавался в Лондоне и прочее. Ну да, с другой стороны, да, так сказать, вот, между прочим, Новороссия, Крым, да, присоединила, молодец, однозначно, вот. Но это тоже была такая историческая необходимость. То есть я к тому, что взгляд на эти вещи должен быть очень взвешенным. Тогда знание исторической подоплеки и понимание духовного содержания процессов, которые происходят, они тогда дают и возможность глубокого анализа, и возможность хорошего прогноза. Потому что к чему ведет ошибка в этом анализе, и к чему ведет полная бездуховность во взгляде на эти вопросы? Она ведет к ошибкам в прогнозе, а ошибки прогноза дают очень неприятные результаты. Например, особенно в ходе каких-то кризисных ситуаций и так далее. Это, мне кажется, очень важно. А бесконечное перебирание, жонглирование сиюминутными фактами, бесконечное, условно говоря, анализ биржевых индексов или, опять же, каждого слова какого-нибудь политика, чаще всего как бы выводят просто, как раз наоборот погружают в суету и не дают видеть общую картину. И вот с этим всегда существует, на мой взгляд, проблема. А вот это, между прочим, та концепция и философия, которая позволяет вам принимать решения, она зависит от многого. От образования, от культурного уровня, от ваших принципов пристрастий, от того, в конце концов, какие книжки вы читали, какие фильмы вы смотрели или смотрите сейчас, какую музыку вы слушали или не слушали, наоборот. От этого зависит, на самом деле, очень многое. Очень многое в том способе работы, способе мысли, способе действия, которые, в том числе, в политике вы применяете для решения тех или иных проблем. Как я уже говорил, например, скажем, если вы, условно говоря, с детства выросли на американских мультфильмах, американской музыке, американской одежде, американских картинках, американских кривляниях, то, когда вам говорят, что Америка – это ваш враг, вы не понимаете вообще, об чем речь-то, так сказать. Они же ваши герои. Все ваши герои там. Как так? Как, так сказать, как может быть Америка врагом, если, как бы, с детства, условно говоря, человек воспитан на всем американском, хоть он же здесь живет, да. Он даже, как бы, этот русский язык свой коверкает и постоянно, как бы, да, и даже интонационно пытается подстроить, так сказать, под этот самый, под какие-то англицизмы. И он не понимает, что с ним происходит. Для того, чтобы он понимал, надо, чтобы он вырос в национальной среде. Надо, чтобы, так сказать, он понимал, что, условно говоря, там, это самое, ползать на животе перед, так сказать, чужими, так сказать, дядями – это нехорошо. Это неправильно, да. Он должен слушать свою музыку, он должен знать свою историю, он должен читать свои книги, он должен воспитываться, как бы, да, в своем национальном духе. Если этого не происходит, да, то вы теряетесь, да, и тогда, как бы, вдруг, вот так вот в одночасье сказать, так сказать, давайте все, как бы, вместе вот это вспомним, как бы, да, возникает вопрос, а что вы до этого не вспоминали? Надо было до этого вспоминать, там, лет 20 подряд, там, или 30, вот. И тогда была бы, так сказать, некая другая атмосфера, да. А когда, условно говоря, там, целое поколение вырастает на американской массовой культуре и на идеалах личного комфорта, да, удовольствия, развлечения, вдруг требовать от нее, то есть, сказать, того, чтобы она как-то изменилась, но требовать-то можно, только, так сказать, изменения эти происходят, ну, гораздо сложнее. То есть, в конечном итоге все равно, как бы, да, вот это слово, которое в начале, оно, собственно, и определяет, значит, что делать, как делать, да, И что вы будете делать? С кем вы вообще будете договариваться или не договариваться? О чем вы будете договариваться? И так далее, и так далее, и тому подобное. Но вы сейчас привели примеры, как в том числе и события, и какие-то решения, они влияли на мировоззрение так или иначе. И поэтому мы неизбежно обращаемся к повестке. Интересно наблюдать, как, казалось бы, ежедневное перемалывание, оно немножко меняет свой вектор. Вот, например, глава Пентагона Ллойд Остин, он признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, как и вступления Финляндии со Швецией. Это прозвучало на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. И также не смог ответить на вопрос, чей Крым. Спрашивали его, как выглядит победа для Украины, как он определяет победу, на что он очень витиевато ответил, что, возможно, он об этом говорил, но мы хотели бы видеть Украину демократической, независимой страной, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию, отражать агрессию. Уточняющий вопрос, должна ли Украина контролировать Крым, на что он отвечает, что с точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский. Думает, что частично проблема в том, что эта администрация не обозначила стратегию выхода, что это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. Это кто сказал? Глава Пентагона Ллойд Остин. Это он сказал, что так вот, что война будет бесконечной или что? Да, что война будет бесконечной, но на прямой вопрос, чей Крым и должна ли Украина контролировать Крым. Ну, смотрите, если с точки зрения рассуждения того, что нам нравится, можно сказать, что, ну да, наверное, возможно, такие высказывания министра обороны США могут быть свидетельством того, что где-то там зреет понимание, что нужен переговорный процесс, и этот переговорный процесс без уступок со стороны Украины, да, он невозможен. Поэтому вот Ллойд Остин, так сказать, да, вот выразился вот так вот, что вот он не знает, чей Крым, и так далее, так далее. В принципе, так сказать, министр обороны Франции, когда он звонил министру обороны России, сказал, давайте вернемся к стамбульским, так сказать, соглашениям 1922 года. Но по стамбульским соглашениям Крым точно совершенно оставался за Россией. Вот поэтому, ну, можно сказать, что вот там типа-то Остин или администрация Байденовская, что-то такое, так сказать, тоже стали думать на эту тему, или, может быть, значит, какие-то, так сказать, у них мысли появились. Можно это сказать? Можно это сказать. Может быть такое? Может быть такое. А может быть, что все это, наоборот, вовсе не так? Тоже может быть. Железная логика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова